Приветствую вас. Как я вижу, проблема, она заключается в двух основных моментах. Первый момент касается того, что вы испытываете потребность в мужчине, в том, чтобы он был с вами, в том, чтобы он вас любил, то в том, чтобы у вас были отношения, вот. И здесь вы реализуете свою потребность в любви, в заботе, в ласке, но через мужчину. Второй момент заключается в том, что судя по поведению мужчин, которые к вам возвращаются, вы вызываете у них чувство вины. Вы вызываете у них чувство вины, и плюс, как мне видится, вы, скажем так, вы искажаете свой образ. Свой собственный образ искажаете. Вот. Собственно, проблема, она в этом ключевая. Проблема ключевая именно в том, что вы искажаете свой собственный образ, и поэтому вызываете мужчину и мужчину чувство вины. Тем, тем, что вначале вы одна, в средине отношений вы становитесь другой, больше предъявляя претензии мужчине, больше предъявляя ему каких-то требований, больше от него чего-то хотя, больше от него чего-то желая, и перекладывая ответственность на него за это. И дальше вы становитесь третий, вы начинаете думать о себе. И дальше, соответственно, кульминация, это то, что у мужчины чувствуется, что он там что-то потерял. Вот. Ну, все это потерял по отношению к вам. То есть, раздавшись к вам. И здесь, на мой взгляд, основной момент заключается в том, что вы движетесь в сторону, как бы так сказать, вы движетесь в сторону дашь на дашь. Отношение. То есть, это отношение чисто дашь на дашь. То есть, вы пытаетесь свою ценность в глазах мужчин повысить? Достаточно сильно пытаетесь это сделать. А вот... Вот. Пытаетесь как-то вот показать, что вы ценны, что вы важны, что вы нужны машинам. Может, не получается, потому что вы сами, сами в своей ценности не уверены. До конца. И, значит, из-за этого отношения не складываются у вас. К сожалению. Я думаю, что самостоятельно сделать здесь, если что и можно, так это, ставя себе, именно себе, определенные цели какие-то, ну, отдельные цели, ставя себе. Вот. Вот. Которые как-то эмоционально окрашены для вас. И, собственно, добиваясь этих целей, достигая этих целей, вы можете почувствовать свою ценность, свою по-настоящему, свою настоящую значимость, которую у вас есть. И только это сможет вам позволить стать более независимой от мыши. Потому что, вот как вы говорите, западать на мыши, вы начинаете именно по причине потребностей. И здесь мало, вот, что-то себе говорить и мало понимать. Здесь нужна работа с чувствами. Чего вам не хватает? Что вам хочется? Почему вам хочется именно через мужчину это? Возможно, это отношения со всем. Так на вас влияют. Ну, вот, ваши отношения с папой. Так на вас и на вас влияют. Возможно, есть еще некая проблема, некая трудность. Вот. Которая, ну, сейчас вы не видите, не осознаете. Вот. Возможно, есть некий внутренний конфликт у вас. Обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что вы занимались, как вы говорите, с психологом. Вот. И вы, судя по всему, ни к чему не пришли. Я не говорю, что вы виноваты в том, что ни к чему не пришли. Я не хочу этого сказать. Не хочу сказать, что вы виноваты в чем-то. Но я хочу сказать, что если вы начали заниматься психологом, допустим, то, ну, на мой взгляд, крайне желательно довести ту работу, которая была начебта психологом с вами до конца. Вот. А то, видите, странные сферы, странные сферы получаются. Да? Что вроде бы вы и хотите, ну, работать, да? Что-то исправлять. А с другой стороны, как-то и нет. С другой стороны, как-то на это не походим. И опять же, я вас не обвиняю. Я не пытаюсь вас обвинить в чем-то сейчас. Я хочу просто показать вам, что есть определенные противоречия у вас. И их противоречия нужно решать. Вот. Дальше. Дальше. Вы пишите. Так. Я хочу развившить эту ситуацию, где у вас потенциал быть женщиной. Ну, понимаете, потенциал быть женщиной никак не связан с наличием или отсутствием мужчин в вашей жизни. То есть, вы либо женщина, и вы являетесь ею всегда. Вот. Либо вы не чувствуете себя женщиной и себе сомневаетесь. Опять же, всегда. То есть, никакого потенциала, как такового, нет. Есть только либо наличие, либо отсутствие у вас поведения и ощущение себя женщиной. Вот. Дальше. Которые знают, где цену, которые ценят, которые тянутся, но не могу удержаться в этом состоянии. Так, нет цели. Нет цели, нет смысла того, чтобы удерживаться в этом состоянии. Не удерживаться в этом состоянии дает вам больше неудержания. Так, не совсем понятно, вот, кому вы отвечаете, да, на вопрос о книгу, да. А, вот, я увидел, на связи книги Эрика Бёрна, игры, в которые играют люди. Смотрите, вы, читая книгу, вот, скорее всего, свою игру не найдёте, потому что вы смотрите на неё через призму защиты сейчас. Я думаю, что эта игра связана с позициями существами. Вот. Вот это может быть игра, например, да, но. В книге она представлена как только если да, но. Вот. Это одна игра. Эээ, вторая игра, это может быть, эээ, Попался в Фиккен Син. То есть негодяй, ну. Попался негодяй. Это игра, эээ, тоже может быть, тоже может быть, эээ, игрой, в которую вы играете. Эээ, ну и наконец, эээ, последняя, это некое такое определённое, эээ, отношение к ээээ, сексу. То есть некое такое, такое вот, эээ, ну некое такое, как вам сказать, некое обособленное отношение к сексу. То есть когда мужчина... вступает с вами в близость, что вы его начинаете опталкивать всевозможными способами. И здесь мы видим еще один круг, который называется Перегонясь, я убегаю. Я убегал, перегонясь. Ээээ, эээээээээ. Эта игра... она... так же... так же... могут быть вами использованы. Вот, как видите, я уже три игры насчитал, и при желании можно, в принципе, насчитать, ну, при желании можно ещё, значит, ну, увидеть. При желании можно ещё найти какие-то игры. Вот, нам с вами это, я опять не думаю, что нам с вами это нужно, там ещё, ну, зачем, зачем нам это с вами. Гораздо лучше, гораздо эффективнее будет начать просто все анализы этих самых игр и дальнейшую их проработку. Вот, в частности, я могу сказать вам о том, что, например, антитырис к игре попался Second Sea, например, или попался негодяй, антитырис к этой игре достаточно сложно найти, его практически не существует. То есть это проблема личных границ, это обыгрывание определённой агрессии, как правило. Вот, это перенос, такая довольно сложная игра, и с ней нужно разбираться особо, потому что вы в эту игру можете играть не только с мужчинами, но и вот, например, с психологом, с которым вы работали, и с которым у вас, судя по всему, не получилось, да, то вот тоже, может быть, вы в эту самую игру и играете. Вот. Собственно, такой мой ответ, такой мой ответ. Можно вам дать ответ на вопрос, что вы задаёте. Вот. Идём дальше, идём дальше. Что у нас здесь? Вы пишите, страх отношений у меня, скорее всего, есть. Я это иногда чувствую, но не всегда узнаю. Что с этим можно сделать? Ну, смотрите, страх отношений не появляется на ровном месте. Это первое, что нужно понять. Страх отношений, он всегда связан с двумя аспектами. С сильным желанием этих отношений и с угрозой в отношениях. И, скорее всего, угроза в отношениях вам не ощущается по причине страха нарушения ваших личных границ. То есть, ну, если вы вступите в отношениях, то ваши границы будут нарушены. Если вы вступите в отношениях, то ваши границы будут попраны, вы сами будете обесценены и что-то потеряете. Вот вы боитесь независимости от расслабия. Либо вы боитесь, ну, какой-то угрозы. Вот, странный мужчина, опять же, по... Вероятно, по аналогии с опытом, который вы уже имели когда-то. Ну, я имею ввиду аналогию с опытом в родительской, может быть, семье, да? Или, может быть, ещё в... ещё где-то. Кхм-кхм-кхм. То есть, всё это... Кхм-кхм. Кхм-кхм. Всё это... М-м-м... Нужно разбираться, всё равно не корректировать. Вот, это не простая задача, это не лёгкая задача, это не быстрая задача, особенно если у вас есть какие-то блоки, если у вас есть сопротивление, вот, это непросто. Но сделать это вполне реально. А лучше, конечно, идеальным вариантом будет, если вы вот вернётесь к психологу, с которым вы начали работать, вот, и с этим психологом как-то вот разобрали бы всё это. Вот, либо выбрали другого, но, как бы, понимаешь, что никто вам, значит, ну, не даст какого-то такого вот быстрого решения, никто не даст вам какого-то универсального решения, к сожалению. Вот, поэтому это очень важно понимать, понимать, очень важно, очень важно этот момент понимать. И, в общем-то, я думаю, что если вы эти все моменты для себя разберёте, то вам, я думаю, вам будет проще, гораздо проще делать то, что вот вы делаете сейчас. Ну, то есть, с одной стороны, это реализация собственная, да, с другой стороны, это, вот, выработка согласного отношения к себе, обретение гармонии, вот, определение своих ценностей, и после этого уже выбор мужчин. Да, и, ну, женское поведение относится к гармонии, ребят. Вот, такой ответ, аноним. Я надеюсь, что ответил вам. Ваш вопрос в заголовочке поставлю некорректно, там ещё. Делать так, чтобы мужчины вас ценили, ценили, ценили. Не стоит, там ещё. Это получается, что вы, ну, для мужчин всё делается, а не для себя. То есть, опять же, это то, по сути, от чего вы бежите, то куда вы бежите. К сожалению. И, в общем-то, если вы будете так действовать, то, ну, ничего хорошего из этого не получится. В том смысле, что ваши страхи, они только лишь подтвердят. Вот. Опять же, эээ, что значит подходящий мужчина? Давайте. Вот, вот, подходящий мужчина, это что такое? Подходящий мужчина, это человек, который может удовлетворить ваши желания. Но почему мужчина должен удовлетворить ваши желания? Вот. То есть, вот вы говорите, один, два, три свидания. То есть, что это значит? Это значит, что вы, эээ, отношения с мужчинами, да? Вы их акцентрируете, вы их выделяете в отдельную, скажем так, сферу. Вот. И, это ваша, это ваша системная ошибка. Самое отношение выделять в отдельных сферах нельзя. В них вас будут воспринимать как товар, и вы, к сожалению, тоже будете воспринимать мужчин как товар. Ну, это всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю более ценностного, более личностного отношения к себе и к мужчинам. Вот. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok